Слава Господу! Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, пусть Он придет в ваши ситуации, пусть вы начнете видеть ответы на ваши молитвы. Верьте Богу, в этом всегда есть смысл. В неверии нет никакого смысла, когда человек говорит, я не верю. Нет смысла в этом, у тебя ничего не будет от этого. Будет одно разрушение. Когда человек верит, у него не получается, но он все равно верит. Однажды у него точно получится. Уже миллион раз я говорил о женщине, страдавшей кровотечением. Она не только верила, когда слышала про Иисуса, она верила еще и раньше. Она верила во врачей, она верила в финансы. Вот такие у нее были шаги, попытки. И знаете что, когда она с правильным соединилась, был у нее правильный контакт с единственным, от кого мы можем получить чудо, можем получить ответ, она моментально получила. Но вера у нее уже была раньше. Поэтому верьте, верьте, действуйте. Что означает верьте? Вот просто сидите и верьте. Действуйте, говорите добро в вашу жизнь. Говорите добро вокруг вас. Сейте эти слова. Итак, тема проповеди будет называться «Украденный интерес». Человек устроен так, что он там, где ему интересно, и его нету там, где ему скучно. Правда? Мы по доброй воле. Знаете, есть обстоятельства. Например, мы ходим на нелюбимую работу. Мы ходим, но она нелюбимая. Если у нас была бы возможность получать хорошую зарплату на любимой работе, никогда никто не ходил бы на нелюбимую работу, на каторгу. Есть многие люди, которые не хотят, но они знают, что счета им напомнят, что тебе надо. И как бы, знаете, жизненные обстоятельства складываются так, что ты вынужден делать то, что ты делаешь. Но внутри себя ты этого не хочешь. Наше сердце постоянно в поиске интересного. И ему недостаточно поесть и поспать. Знаете, вот когда человек поел, да? Вот, например, человек голодный. У него цель одна – поесть, вкусно поесть. Кто что любит, кто к чему привык. Но когда человек поел, все, он достиг эту максимальную цель. Теперь он ищет что-то другое. Он ищет развлечения. Он ищет то, что могло бы порадовать его душу. И он будет искать ее в том, в чем он привык это делать. И борьба всегда идет за наше сердце. Человек – это можно сказать, что это сердце. Вот когда мы все умрем, наше сердце никогда не умрет. Вот наша душа, жизнь, наша сердцевина, нас самих, она будет жить с Богом. Она предстанет пред Богом. И как Андрей говорил, что Бог смотрит на сердце. Это означает, что то, чего не видно, это духовный наш человек. Бог обращает внимание на это. И вот знаете, у каждого из нас есть внутренний человек, который тоже ищет восполнение своей нужды. Я говорю, что наш внутренний человек, ему все равно, что поело тело. Он будет искать в том, что приятно ему глазам, что приятно его ушам, что интересно. Поэтому мы живем в мире, где много рекламы, где появился интернет и где знание умножилось. Оно умножилось до просто неимоверных размеров. Сегодня ты можешь получать такие знания, просто невероятные знания. Буквально за несколько секунд ты можешь все узнать, любую информацию. Такого раньше не было, но сегодня это есть. Сегодня появляются очень много-много-много развлекательных передач. Если вы смотрите телевизор, то вы можете увидеть, и вы знаете это. Очень много фильмов. И знаете, очень много разнообразия появилось в телевидении. Иногда мы думаем, о, классное время мы живем. Теперь не только два канала работают, черно-белые каналы. Теперь есть тысячи каналов. Ты не представляешь, как тебя обслуживают, как тебя заинтересовывают. То есть все нацелено на том, чтобы поймать твой взгляд, твое внимание. И чтобы тебе действительно было интересно, чтобы ты получал новые знания, чтобы ты сознательно сам выбирал это. Чтобы тебя не заставляли, но сам ты выбирал. Дьявол не против, если ты веришь в Бога. Если это возможно, он сделает даже то, чтобы ты не верил в Бога, чтобы ты был атеистом. Но со многими верующими он так же работает. Вообще я скажу так. Дьявол работает с каждым. Нету человека, который, знаете, освобожден от его, там, не знаю, опытов каких-то, от его проделок, от его предложений. С каждым человеком разговаривает сатана. С каждым. Каждому он что-то предлагает. И дьявол, если он видит, что ты веришь в Бога. Знаете, как многие люди сегодня говорят, я верю в Бога. И когда ты у него спрашиваешь, куда ты пойдешь, когда ты умрешь, он говорит в ад. Довольно-таки честно. Потому что он верит просто в существование Бога, но он не знает его. Дьявол не против, если ты веришь в Бога. Главное для него, чтобы тебе не было с Богом интересно. Когда тебе с Богом не интересно, это говорит о том, что дьявол твой интерес украл. Каким образом? Развлечением. Массами развлечений. Если я, например, сяду передачу какую-то смотреть, я могу пропасть. Дискавери, там, я не знаю, Ютуб или там. Можно пропасть. Там каждый человек может пропасть. Почему? Почему настолько интересно стало в интернете? Почему столько много предложений? Все только по одной причине. Твое сердце. И у дьявола есть помощники. Это демоны и бесы. Иногда мы думаем, о, дьявол такой ужасный. О, дьявол. Его бесы, они такие ужасные. Да, это правда. Но его продукция очень может быть красивой. Иначе он тебя не сможет привлечь. Вот просто сам подумай. Вот ты приходишь в рыболовный магазин. И ты видишь снасти на рыбалку набираешь. Ты видишь такая, например, невзрачная блесна. Такая не блестит, ничего. Ну, там тоже крючки, тройник там, всякое такое. И вдруг ты видишь такая просто отполированная блесна. Там еще хрусталик такой красненький. И там еще погремушки какие-то. Еще там вместо одного тройника два тройника. Что ты будешь выбирать? Скажи. Ту невзрачную блесну, которая вообще не блестит. Или та, которая светится. И смотрите. Блесна делается специально привлекающей. Почему? Потому что рыба, которая видит, что блестит, бросается туда, думая, что это рыбка. А что с ней потом происходит? Она не может понять, что вцепилось ей в рот, что теперь ее держит, что контролирует. Она же хотела-то другого. Она же не хотела зависимости. Она не хотела. Она хотела просто поесть. И знаете, наше сердце, оно постоянно захочет есть. Оно хочет есть информацию, информацию, информацию. Вот почему сегодня есть новостные каналы. Ты можешь просто пропасть там. Какие новости? Что опять в мире? Что там опять Россия готовит? И весь мир там все смотрит. И что там Америка? И что там Китай? И что этот президент и тот? И как деньги падают или взлетают? Когда там они закончатся? Все направлено на тебя. Все направлено. И есть очень много красивых вещей. И нам нужно понять одно, что дьявол, некрасивый дьявол, скажем, ужасный дьявол, страшный, после падения он стал таким. Он делает очень красивые вещи. Это надо отметить. Для того, чтобы быть здравыми и предупрежденными людьми. Те вещи, которые он делает, срабатывают в нашей жизни. И мы отвлекаемся на них. На эти побрякушки. На эти бряцалки. Мы отвлекаемся. Дьявол сделает все, чтобы украсть у тебя интерес к Богу. Почему многие люди перестают ходить в церковь? Очень понятная причина. Многие не понимают, почему его нет в церкви? Почему он перестал ходить в собрания? Я вам скажу. Я был подростком. И мне было где-то 14 лет. И я перестал ходить в церковь. В родительскую церковь. Я ходил в другую церковь иногда. И вообще я перестал ходить. А вопрос почему? Потому что когда наступает свобода выбора, человек сам выбирает. И если ему там неинтересно, он туда ходить не будет. Он ходит, потому что его туда водят. Он ходит по разным причинам. Но если человеку неинтересно в церкви, он туда ходить не будет. И иногда я вам скажу. И мне в некоторых церквях неинтересно. Там, где нету присутствия Божия, мне неинтересно. Я вам скажу. Там, где просто поют и говорят. Мне неинтересно это. Мне интересно свежее присутствие Бога. Мне интересно откровение. Мне интересно, чтобы Бог касался меня. Чтобы я мог задуматься. Чтобы он мог быть для меня свежим хлебом. Бог мог быть реальностью. Давайте откроем местописание. Матфея 13, 44. 13, 44. Иисус здесь говорит. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое найдя, человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Один стих, он так четко может выразить жизнь человека. Человек, он находится на поле. И он смотрит. Ну поле, поле. Ну что поле? Он ходит, топчет его. Сколько лет может пройти? Ты ходишь на том поле. Ты имеешь то поле. Может быть ты работаешь. Может быть даже служишь на этом поле. Скапываешь его, обрабатываешь. Но ты не знаешь, что на этом поле сокрыто что-то. И поле никогда тебе не принесет радости. Если ты не найдешь сокровища. И церковь тебе не принесет радости, если ты не найдешь сокровища. Главное сокровище церкви это Дух Святой. Это Бог. Человек долгое время может ходить по полю. И так и не знать, что там сокрытое сокровище. Вы знаете что? Человек, вот меня всегда как бы огорчает, что многие люди, которые приняли прощение грехов, они перестали расти в познании Бога. Они считают, что мне достаточно, мне достаточно того, что я принял жертву Иисуса Христа. Мне достаточно, что теперь я точно не пойду в ад. Ну слушай, если тебе достаточно, если ты не развиваешься, если ты не растешь в познании Бога, значит, у тебя есть другой канал, через который ты получаешь информацию, тебе там более интересно. Если тебе с Богом перестало быть интересно, я тебе скажу так, ты скучать не будешь. Ты обязательно найдешь место, где тебе станет интересно. Вот почему мудрый царь Соломон пишет, то есть Давид пишет, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его, и о законе он помышляет его день и ночь. Смотрите, когда мы перестаем ходить в собрания праведных, то мы обязательно посетим собрания нечестивых. Либо это будет в реальности, мы будем в грешном обществе, среди друзей неверующих, либо мы включим телек и будем соединены духовно, душевно с тем собранием, которое там. Человек не останется скучать. Мы всегда ищем решение нашей скуки. Вот почему мы покупаем телефоны, не для того, чтобы звонить, но и для этого тоже. Вот почему мы телеки в дом покупаем, не для того, чтобы, знаете, о погоде посмотреть, какая завтра будет погода, чтобы развеять себя, развеять себя. И когда человеку в жизни скучно, он всегда будет искать, чтобы его развеселило. И у каждого это веселье, оно может проявляться в разном. Но факт остается в том, что человек обманут, человек обкрадет. Он не нищий, поверьте, ни один верующий, он не может быть нищим, потому что Бог дает благословение каждому верующему. Каждому грешнику, который приходит к Богу, Бог дает благословение. И Он обогащает нас, и печали с собой не приносят, Божие благословение. Обогащает. Мы духовно богатые. Но вдруг мы чувствуем, как будто мы как нищие. Почему? Почему у меня нет настроения? Почему у меня там нету цели в жизни? Почему у меня так скучно? Почему я начинаю смотреть на все, что мне предлагает мир? И мне там более интересно, чем то, что мне предлагает Бог. Почему? Если Бог мертв лично в твоей жизни, тебе никогда не будет интересно ни с Ним, ни что относится к Нему. И я скажу так, каждый верующий лично внутри себя знает. Нам не надо руки тянуть, нам не надо смотреть на другого брата и сестру. Нам нужно лично признать внутри, что мне интересно с Богом или нет. Вот когда я лично остаюсь с Богом наедине, как Иисус учил, когда ты молишься, закройся в комнате своей, помолись Отцу своему. Как долго у тебя это все происходит? Как долго? Насколько тебе интересно? Насколько Бог тебя интригует? Насколько Он тебя захватывает? Насколько твое сердце прям бежит туда, в эту комнату? Или этого нету? Честно, мы все знаем. Мы все знаем. Мы не можем себя обмануть, потому что мы знаем, какие мы внутри. И сегодня это слово каждому из нас, это как предупреждение. Attention. Внимание, внимание, внимание. Сигнализация работает. Если тебе с Богом не интересно, ты полюбишь продукцию дьявола. Тебе дьявол такие подарит подарочки, сюрпризы. Он тебя так отвлечет, твое внимание, что ты перестанешь смотреть на Бога. А если ты не смотришь на Бога, ты перестаешь меняться в Его образ. Ты не видишь сегодня славы Иисуса Христа. Почему? Потому что есть много других факторов, которые отвлекают нас во внешнем, физическом мире. А красота Иисуса, она сокрыта в духовном мире. И дьявол нас всегда концентрирует на физическом, не на духовном. Вот почему Иисус сказал, прежде всего ищите Царство Божье. Царство Божье – это не физическая территория, это духовная территория, это общение с Богом. И все физическое будет прилагаться. Но дьявол делает так, когда Иисус сказал, что все народы мира, то есть языческие народы, язычники, они все так живут. Что есть, во что одеться, что пить. Все ищет в физическом. Когда ты остаешься наедине с Богом, тебе интересно с Ним? Тебе интересно с Ним? Если тебе не интересно с Ним, то знай, что кто-то очень хорошо поработал, кто-то украл, украл у тебя истину. Вот просто послушайте, постарайтесь услышать. Единственное, вот что я сейчас хочу сказать, что Бог – это самое-самое-самое интересное, что есть во всей Вселенной. Это самое прекрасное, это самое хорошее. Ничего лучше нет. Но почему, когда мы остаемся с Ним, нам может быть неинтересно, нам может быть скучно? Почему? Если Бог – это самое прекрасное, это лучшее. Вы знаете, для грудного малыша нет ничего лучше быть в объятиях мамы. Нет ничего лучше. Лучшей мамы для него не существует. Я могу прийти с подарками ему, подарить малышу грудному новый телефон. Будет он радоваться? Никогда ему не нужен телефон. Ему нужна мама. Счастье ему надо. Так почему человек, который приходит и заставляет себя общаться с Богом, он просто заставляет себя, вот так берет, читай Библию! Когда ты последний раз читал? Сейчас хотя бы прочитай стих 1. Или заставляет себя молиться. Или он со скрипом идет в эту тайную комнату. И он не понимает, что от него хотят. Почему ему так не хочется? И многие люди думают, вот если бы мне хотелось бы с Богом, ну конечно я бы общался, но мне не хочется с Ним. И знаете, всегда находятся. Я вам скажу, мы всегда находим время на то, что нам интересно. Мы обманщики, братья и сестры. Мы все лицемеры. Ну или большая часть. Благословите людей, Господь, кто не лицемер? Мы всегда находим время. Всегда. У нас нет отговорок. Если нам там интересно. Мы бежим туда. Наши ноги бегут туда. Наше сердце там. Как Иисус говорил, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это все внутрь. Это не важно твое тело. Что оно? Твое желание там. Ты так хочешь видеть. Тебе так это надо. И ты готов пожертвовать. Ты готов там переработать часы на работе, чтобы тебе освободить время для чего-то, то, что тебе интересно, то, что тебе дорого. Иисус сказал, очень коротко и ясно, Иоанна 10, 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него другой цели нет. Его тактика. И никто никогда, кроме Иисуса, так четко не высвечивал врага душ человеческих. Продюсера того, что нам нравится, никогда так не высвечивал, так четко. Он говорит, что вор, вор отличается от грабителя. Грабитель действует явно, вор действует тайно, но четко спланированно. Он приходит. А когда, прежде чем он приходит, у него есть целый план. Он приходит к каждому из нас, чтобы украсть, убить и погубить. Он ворует твой интерес к Богу. Он дает тебе, подсовывает религию. И ты превращаешься в религиозного верующего, у которого нету огня, нету живых отношений с Богом. И тебе ни Иисус не интересен, ни Отец, ни Дух Святой, ни служения, ни церковь, ни нужной церкви. Ничего не становится интересным, и ты становишься эгоистом, ищешь только для себя всего. Откуда это? Это религия. Религия, она никогда не будет заботиться о ком-то. Она всегда будет искать только себе выгоду. И религия, это просто какие-то действия. Просто так научили, так надо. Но там никогда, у религии никогда нету сердца. Интерес вызывает у человека повышенное внимание. и задействует разум и сердце. Когда тебе интересно, у тебя сердце колочется. Тебе так хочется. У тебя внимание, тебя никто не может отвлечь. Если идет интересный фильм, и кто-то начинает разговаривать, а там кто-то с кем-то говорит, и ты не услышал это, да не дай Бог, не попадись под руку, ты же теперь пропустил. Мы были сотворены нашим Творцом именно так, чтобы нам с ним было очень интересно. Это идеальная картина Бога. Когда он творил человека, Адаму было с Евой всегда интересно. Они не знали, что такое, как это может быть неинтересно с Богом. Как? Как можно верить в Бога, и ему было неинтересно? Я не знаю, как у дьявола это получилось. Но у многих верующих проблема в этой сфере. Я, кстати, хочу сразу же сказать, здесь сразу пресечь, что дьявол попытался это сделать, но у него не до конца это получится, потому что у тебя есть шанс измениться. Ты можешь в одночасье все изменить. Ты можешь сделать так, что ты влюбишься в Бога. Ты можешь сделать так, что Бог станет приоритетом в твоей жизни. Ты можешь сделать так, что тебе так, так он заинтересует, что ты полностью уйдешь туда. Ты станешь жить для него. Это может произойти, но тебе нужно признать это. Тебе нужно признать, если тебе скучно с Богом, у тебя не будет ни откровений, у тебя все будет трудно, и твоя жизнь, она не будет счастливой. Она не сможет стать счастливой, и мы будем в попытке делать какое-то свое собственное счастье, но всегда будем разочарованы. Ты просто не представляешь, в которого Бога ты веришь. Ты просто не представляешь, как дьявол тебя обокрал, как он тебя обманул. Ты этого не понимаешь. Ты не понимаешь. Ты как будто под эйфорией греховной. Ты не понимаешь, какого Бога ты веришь, и что он может сделать в твоей жизни. Он никогда этого не будет делать без твоего участия, без твоего согласия, без твоего желания, и без твоего решения. Потому что младший сын сделал решение мало того осознавать, что тебе неинтересно с отцом, мало того, что ты осознаешь, что тебе неинтересно с Богом. Ты играешь верующего. Этого мало. Тебе нужно встать и пойти. Встать и пойти. Признать это. И Бог сделает чудо в твоей жизни. Ты просто не представляешь, как могут воскреснуть отношения с Богом. Или у кого-то даже появиться. Кто-то действительно оставил первую любовь. Ему так было с Иисусом хорошо. Ему ничего не нужно было. Но сейчас он оставил первую любовь. Иисус у него уже номер два. Иисус уже перестал быть первой заповедью в его жизни. В первой заповеди у него теперь какие-то развлечения, какие-то другие интересы. А Иисус номер два. Иисус, беда, срочно надо. Вспомни, сколько я тебе служил и проповедовал. Слушай, Иисус, очень срочно нужна твоя помощь. Твоя могучая рука может помочь мне в ситуации. И знаете, Иисус, он такой, знаете, вызов по нужде. Иисус, нужда, срочно надо. Деньги надо, Иисус. Что-то еще надо. Послушайте, это слово не для того, чтобы дать кому-то по голове, по щечину там, обличить кого-то, обсмеять. Это слово направлено для каждого из нас. С каждым из нас разговаривает развлечение этого мира. Мы живем вокруг них. Они специально созданы вокруг нас. Их будет еще больше и больше. И виртуальный мир для многих людей скоро будет более реальный, чем физический мир. Все вот эти виртуальные игры, фильмы, я не знаю, что еще. Все вас будет отвлекать. Многие-многие вещи вас будут отвлекать от Иисуса, от Бога. Но если вы противостанете им, вы искренне попросите Иисуса, чтобы Он исцелил вам, чтобы Он открылся вам, вы больше ничего другого в жизни не захотите. И вы так только тогда будете готовы к небесам. Многих из вас Господь жалеет, еще не забирает на небеса. Жалеет. Ты не готов к небесам. Ты Его здесь с Ним не можешь провести пяти минут, а там ты что, вечность готов проводить? Если тебе с Иисусом скучно здесь 15 минут помолиться, или читать Слово Божие, или исполнять Его, то, что Он хочет, ты не хочешь это, думаешь, тебе на небесах станет вдруг весело? С чего? Там все направлено на Иисуса. Он акнец. Там поклоняются Ему. Откройте книгу Откровения. Просто задумайтесь, в какой ужи мы можем жить, братья и сестры. Мы реально можем жить в самообмане, в обольщении, думая, что мы верующие, думая, что мы христиане, но наше сердце, оно самое лучшее может подсказать, кто мы есть на самом деле. И если у нас есть эта беда, если это относится Слово к нам, что у нас украли интерес к Богу, то нам срочно нужно с этим делать. Нам нужно воевать. Нам нужно срочно перейти на сторону Бога и сказать, Бог, помоги мне. Я не согласен с такой жизнью. Я не согласен с жизнью, что мне Ты не интересен. Я не знаю Тебя. Я отказываюсь от такой жизни. Я буду познавать Тебя. Мне будет интересно. Меня будет влечь это. Пусть Бог нас всех благословит. Давайте поднимемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!